Добрый день, в эфире программа Парадокс, в эфире Степан Демура. Поговорить мы, будем сегодня говорить о наводнении, в общем, о том жуткой катастрофе, которая сейчас происходит на Дальнем Востоке. Так, для справки, затоплена территория протяженностью 2000 километров и шириной где-то 500-600 километров, это считайте, половина Европы. Согласно официальным данным, эвакуации подлежит 50 тысяч человек, но, наверное, будет больше. При этом уничтожены, разумеется, все посевы, поголовье скота, в общем, ситуация жуткая, разрушены дороги, мосты, линии электропередач. Самое страшное в том, что это все происходит уже в конце лета, скоро зима, и, разумеется, дома не смогут просохнуть. И, в общем, как будут жить люди, и как они будут зимовать и переживать зиму, вопрос большой, но, зная расторопность нашей власти, все это может превратиться в одну огромную гуманитарную катастрофу. Похожая ситуация сложилась и в северных областях Китая, которые граничат с нами, но китайцы, они всепогодные, как говорится, и возможность ситуации, что люди с нашей стороны границы просто покинут этот регион. Ну и, разумеется, наверное, добрые китайцы его начнут активно осваивать и заселять. В общем, последствия этого стихийного бедствия могут быть очень и очень интересными. Конечно, интересно, слово взято в кавычки. Но вот мы ждем нашего гостя, он только что сегодня утром, он вернулся из этого региона. Должен появиться минуту на минуту, поскольку самолет задержали. Но пока что хотелось бы просто позадавать или задаться некоторыми вопросами. Ну, например, аналогичная ситуация сложилась на реке Зеи в 2007 году. То же самое. Резко поднялся уровень воды в водохранилище. Никто не проводил никаких предупредительных сбросов воды. И потом просто открыли сбросы, и вода пошла, и получилось небольшое наводнение. В тот раз оно было значительно меньше и по уровню, и по продолжительности. Сейчас сложилась аналогичная ситуация. О том, что это произойдет, было известно, насколько я понимаю, уже больше месяца назад. Опять же, никаких предупредительных сбросов воды не проводилось. И когда пошел уже аварийный сброс воды, мы получили то, что получили. Поэтому возникает вопрос. Кто вообще за все это должен отвечать? МЧС. Ну, МЧС такая замечательная организация, что любые почему-то последствия катастроф и аварии устраняет в основном армия. Тогда вопрос, чем занимается МЧС? Ну, если у МЧС отобрать пожарные части, то, в общем-то, суть существования этой организации в чем? Катастрофы они, предсказать, не могут. Ну, только разворачивают палаточные лагеря и занимаются, скажем так, последствиями катастроф. Получается. И вот у меня всегда возникает вопрос. Скажем, где-то за рубежом что-то случилось с нашими либо отдыхающими, либо туристами. Почему-то всегда туда летит самолет МЧС. Или два, или три. Вообще, представляете, стоимость топлива, стоимость полета какая? Почему нельзя просто, скажем, оплатить лечение тех же людей в локальных госпиталях? В той же, в Турции, в том же Китае, например. Что это за показуха? Я вот это не понимаю. Все это подается под видом того, что МЧС у нас работает, прекрасная организация. Ну, ребят, ну, это как надувные танки и надувные комплексы Си-300, на мой взгляд. Потому что, если взять, например, то, что произошло в Крымске, ну, опять же, никто ответственности не понес. Ответственность понесли, вот сейчас и судили местных властей. За что? За то, что система оповещения не работает, за то, что никто не чистил русло, рек. Вот наш гость пришел. Добрый день. Очень приятно. Спасибо, что к нам пришли. У нас в гостях сейчас находится Михаил Болгов, заместитель директора моделирования поверхностных вод Института водных проблем ран, лаборатории моделирования поверхностных. И, Михаил, вы только что вернулись с Дальнего Востока. С горы на Алтае? Нам скользко с Дальнего Востока. Да, о, наушники надели. Так что там происходит и почему это произошло? Не могли бы вы так более-менее популярно объяснить? Ну, Дальний Восток – это регион, традиционно характеризующийся интенсивной паводочной деятельностью. Время от времени паводочная активность принимает там катастрофические размеры. Так, примерно раз в 20-30 лет мы наблюдаем катастрофическое наводнение. Это связано с тем, что муссон, который снабжает влагой весь Дальний Восток и не только его, достигает, занимает очень большую территорию. На этом фоне развивается интенсивная циклоническая деятельность. И вот как в этом случае циклоны один за другим выносят на нашу территорию большое количество влаги. Ну и, соответственно, вслед за влагой из атмосферы образуются осадки. Осадки выпадают на почву. По почве наблюдается сток воды. Все это стекает в реки. И в некоторых, в редких случаях, это приводит к очень большим наводнениям. Вот в двух словах, что такое механизм образования дождевых паводков. А это вообще предсказуемый феномен? Предсказуемое явление? Все зависит от того, с какой заблаговременностью мы пытаемся сформулировать прогнозы. Вот сейчас, когда уже паводок практически в некоторых районах миновал своего пика, а в некоторых районах, как в районе Хабаровска и на Нижнем Амуре, достигнет своего пика, мы уже более или менее можем предсказывать это явление. А за период недели, две или месяц предсказать такое явление очень сложно, поскольку это связано с тем, что мы с трудом предсказываем погоду, с трудом предсказываем, когда выйдет циклон на сушу и сколько из него выпадет воды. Это очень сложная задача. А вот как с этим бороться? Можно каким-либо образом? Потому что, ну, вот, например, тут тоже водохранилище Зейской ГЭС. Насколько я понимаю, никаких предварительных сбросов воды не производилось. Потом пошел аварийный сброс. Вот если бы его опорожнили заранее, это вообще возможно такое? Ну, не опорожнили, а сбросили бы уровень воды. Помогло бы или нет? Значит, во-первых, наводнения, дождевые паводки — это часть природы. Бороться с ними — это все равно, что бороться со всей природой. Вы большевики же собирались реки поворачивать, нет? Не только большевики. Да, была такая поговорка — вода Кубань-реки потечет туда, куда везет большевики. Паводки дождевые, высокая вода, чередованием сухих и влажных лет — это все часть природы. В соответствии со сменой эпохи увлажнения и формируется сама, как мы говорим, биота, сама жизнь наших рек. Она связана непосредственно с гидрологическим режимом. Нерест, как правило, икры, рыба осуществляет высокую воду, когда она насыщена кислородом, питательными веществами. А уже докармливается, вырастает уже в другие, так называемые, меженние периоды. Я захожу, так сказать, издалека, потому что, с одной стороны, наводнение и паводки — это благо для природы. Оно обеспечивает водой, заряжает влагой пойму, сельскохозяйственные угодья, как, например, на Нижней Волге. А с другой стороны, это опасное гидрологическое явление, с которым надо бороться, но надо бороться там, где от этого есть эффект. Там, где мы защищаем непосредственно объекты экономики, жилье, водозаборы, сельскохозяйственные угодья. Там, где от инженерной защиты, от опасных процессов есть польза, там, естественно, мы эту защиту и реализуем. Что касается водохранилищ Зейской и Бурейской ГЭС. Построено водохранилище Зейской ГЭС уже довольно давно, и оно, так называемого, смешанного назначения, двойного. С одной стороны, она именно предусматрена для того, чтобы перехватить часть паводочного стока и обеспечить безопасность проживающих внизу вихрики Зея. А с другой стороны, выработать электроэнергию на этой же воде, которая саккумулирована в водохранилище. Это очень большое водохранилище. Его емкость примерно сравнима со всеми водохранилищами Волжско-Камского каскада. Представьте себе только. И поэтому эффект противопаводочный от него очень велик. Но здесь возникает та проблема, с которой мы начали, предсказуемость. Потому что просто так сбросить воду и потом остаться без воды и не выработать ни киловатта электроэнергии, это, конечно, тоже невозможно. Под это дело завязана промышленность, население, и мы не можем сбрасывать воду совершенно бесконтрольно. — А предсказания, вообще, модели, они работают? Вот, скажем, за месяц можно примерно предсказать, что будет норма осадков, скажем, превышающая сезонные какие-то нормы или нет? — Существует, я тоже зайду издалека, различные по своей заблаговременности прогнозы. Но у них, соответственно, и оправдываемость меньше. Чем больше период, как мы говорим, заблаговременности прогноза, тем хуже его оправдываемость. Можно сказать за месяц, что да, возможно... — Михаил, вынужден вас прорвать, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. — Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Михаил Болгов, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод, института водных проблем РАН. Да, пришлось вас прорвать, Михаил, пожалуйста. — Нет проблем, мы начали с вами обсуждать весьма злободневную задачу, проблему прогнозов различного рода и оправдываемость их, поскольку сами по себе прогнозы нас интересуют только тогда, когда от них есть польза, когда мы действительно можем управлять нашими сложными водохозяйственными системами, располагая достоверными прогнозами. Иначе мы можем попасть в весьма сложные технические ситуации, чего, конечно, не хотелось бы. С одной стороны, это безопасность сооружения, а с другой стороны, проблема эффективности использования гидроэнергоресурсов. Если прогнозы достоверные, то мы, соответственно, заранее могли бы, как вы уже предполагали, опражнить емкость водохранилища и саккумулировать там больше воды, и будучи уверены, что мы на этой воде выработаем электроэнергию. Но проблема состоит в том, что долгосрочные прогнозы на реках с паводочным режимом практически невозможны. — А долгосрочные вы имеете в виду месяц? — Да, недели и месяцы, фактически. — А вот если бы, предположись, начали бы сброс за две недели, помогло бы или нет? — Это все зависит от того, в каком месте бассейна находится водохранилище и в какой фазе паводка. Вот сейчас, например, Зейская ГЭС сбрасывает довольно много моды, но поскольку она находится уже далеко от Хабаровска, основная волна паводка уже съехала вниз, это уже фактически не влияет на максимальную зону затопления, но добавляет, конечно, в общую продолжительность состояния воды на затопленных территориях. Поэтому это все моделируется и считается, и в рамках управления этим водохозяйственным комплексом реализуется, конечно же. Но вот я повторяю, что долгосрочные прогнозы, те, от которых действительно есть польза, когда мы действительно можем маневрировать, такой технический термин, свободной емкостью водохранилища и электроэнергию выработать, и противоповодочную безопасность обеспечить, вот таких прогнозов, к сожалению, у нас нет. И это проблема не просто отсутствия математических моделей, это проблема отсутствия мониторинга в данном регионе, поскольку это Дальний Восток, это часть Сибири, ну там рядом, метеорологическая сеть довольно редка, а без метеорологической, без гидрологической сети наблюдений, без самих наблюдений, сложно, как мы говорим, верифицировать математические модели. И к тому, к тому, что мы еще и плохо прогнозируем выход циклонов на сушу, мы еще и плохо прогнозируем сам вот момент формирования воды в реке. И только когда уже, как сейчас, уже вроде как ситуация уже обрисовалась в своем катастрофическом развитии, но тем не менее, теперь мы уже понимаем, как она будет развиваться дальше. А в Советском Союзе существовали такие модели? Была ли сеть наблюдений развита? Да, вынужден констатировать тот факт, что с советских времен сеть сократилась почти в два раза. В два раза. Да. Вот, к сожалению, гидрометслужба или нынешний Росгидромет, который всегда был бюджетным подразделением, либо самостоятельным, либо, как сейчас, это федеральное агентство при Министерстве природных ресурсов и экологии, ну, в общем, всегда был на голодном пайке. Но все-таки в моменты развития экономики, в 60-е, 70-е годы, когда развитие промышленности и энергетики требовало надежного гидрометеорологического обоснования, сеть беспрерывно развивалась и была достаточно эффективной. А когда вот начался закат гидромета? В какие годы? Ну, вот на протяжении последних 15-20 лет мы наблюдаем потихоньку сокращение сети наблюдений. Связано это с тем, что зарплата фактически, ну, небольшая там, мягко выражаясь, если уж совсем осторожно. Поэтому народ туда, в общем, мало идет. Образование вроде как и дается с профильными вузами, но где найти этих выпускников после окончания вузов, тоже непонятно. Мало молодежи практически, нет престижа. Раньше это были, например, полярные станции. Это народ всегда с большим удовольствием, ища в поисках романтики, уезжал на север, там, в тайгу, в горы, где мог... Были еще северные отбавки. Ну, они вроде как и сейчас есть. Но они просто несопоставимы. Несопоставимы, да. Но что-то, если у тебя около 10 тысяч рублей, и тебе 20% северная надбавка, то, сами понимаете, что это совсем другое соотношение тех зарплат и этих. А люди целевым образом уехали с возможностью заработать денег. Почему нет? Как бы условия труда были везде примерно одинаковые, чего сейчас не скажешь, конечно. А вот спутниковые группировки у нас вообще есть, которые могли бы отслеживать и поставлять данные? Это тоже вопрос прогресса системы гидрометеорологического мониторинга, системы прогноза, системы моделирования. Как нам перейти на новые методы, как усваивать ту информацию, которую мы называем дистанционной, которая сыпется сверху со спутников, там, с самолетов или еще с других экзотических приборов типа дирижаблей. Вопрос заключается в том, что все равно без наземной сети наблюдений нельзя увязать эти два потока данных. Вот только в сопоставлении спутниковой обширной информации, которая несет свою функцию, с тем, что непосредственно измерено на Земле, тогда удается достичь какого-то повышения оправдываемости прогнозов и качества моделирования. Отдельно вот просто сам спутник, он практически ничего не решает. Я все время вспоминаю то, что показывают, когда вот загнивающие, умирающие американцы, они уже давно загнивают и умирают, они же ведь циклоны практически, если не ошибаюсь, отслеживают с момента возникновения. Это то атмосферное явление, которое легко поддается дешифрированию по спутнику, да? Да, да. И причем они буквально мажут иногда на 100-150 километров от того места, где центр циклона выйдет на сушу. Все фантастически. Понимаете, есть ситуации нормальные, обыденные, когда срабатывают модели, применяемые в практике каждый день. А когда ситуация начинает развиваться по катастрофическому сценарию, когда у нас, в общем, и опыта эмпирического не очень много, и данных мало, фактически наши модели могут давать довольно серьезные, ну, не то чтобы ошибки, но вилка прогнозов довольно велика. И гидрометслужба, к сожалению, вот выдает нам довольно часто, понимая, что задача нерешаемы, прогнозы с такой вилкой, над которой иногда пользы никакой нет. А скажите, на ваш взгляд, вот, если отвлечься от, скажем так, нравственной стороны того, что сейчас происходит, а посмотреть чисто с экономической точки зрения, вот сколько примерно нужно денег, да, чтобы поставить гидромет на ноги? И сколько денег будет стоить одна такая катастрофа? Потому что изначально оценки были миллиард рублей, я так еще удивился, думаю, там 2000 километров затоплено, сейчас уже десятки миллиардов рублей. Ну, а ущербы действительно это темное место всей нашей гидрометеорологической науки, поскольку раньше при советской власти ущербы, наоборот, закапывались, не дай бог получить выговор по партийной линии, а в годы уже развивающегося капитализма, наоборот, граждане пытались продемонстрировать максимум потерь для того, чтобы получить от государства наибольшую компенсацию. Ну вот, поэтому, как мы говорим, статистический ряд, он неоднороден. Сложно утверждать, что вот в советской власти ущерба было мало. Я не обучаю, а вот если, предположим, ущерб 10-15 миллиардов, если бы был прогноз, как вы думаете, насколько можно было бы уменьшить ущерб? В случае вот такого катастрофического события, когда затоплены те здания, сооружения, сельскохозяйственные угодья, которые фактически нельзя вынести из зоны затопления, конечно, эти ущербы все равно бы состоялись. Другое дело, что мы тут практически избежали человеческих жертв, что вот по сравнению, например, с той ситуацией, которая развивалась у нас в прошлом году в Крымске, это, конечно, совершенно другая ситуация. Там мы и прогнозировать не могли, и жертв избежать не удалось, и ущерб материальный был чрезвычайно велик. Но по разным оценкам, от 3 до 8 миллиардов его оценивают, но сложно. Действительно, это такие цифры очень экспертные, они приближенные. Но, тем не менее, восстановление Крымска обойдется в государство довольно приличное. Если там несколько миллиардов, то здесь сколько будет? Сотни, получается? И вообще будут восстанавливать или нет, на ваш взгляд? Кого? Амурскую область. Ну, в данном случае основной ущерб это сельскохозяйственному производителю, поскольку сельскохозяйственные земли, основные плодородные, это поймы рек, и они затапливаются в первую очередь с завидной регулярностью. Надо понимать, что в горах, там, где какое-нибудь горнорудное производство, там никакого ущерба, конечно же, от этого наводнения не будет. А сельское хозяйство все равно восстановится, уйти ему просто некуда, потому что все плодородные земли находятся здесь. Все граждане, которые застроились в зонах периодического воздопления, там вопрос сложный. Мы обсуждаем эту проблему уже многие, можно сказать, десятилетия. Что делать, если человек построился в зоне, где заведомо его затопит? Не сегодня, не завтра, но... Через год, через 10, наверное. Да, лет через 10-20, но придет поводок, который его затопит. Законодательство по этому поводу нам ничего не говорит. Есть градостроительный кодекс, который требует выделять на генеральном плане зону затопления, и там якобы вот собственник или тот, кто строится, должен обеспечить себе инженерную защиту своего сооружения. Ну, это такая расплычатая фраза, обеспечит, не обеспечит. Инженерную защиту хутора, да? Да, хутора, например. Довольно часто вот возникает проблема село на берегу реки. Ну, люди исконно живут там, 100, 200 лет, 300 это село находится. Что же мы его должны оградить от реки дамбой высотой 4 метра, чтобы они, ходя туда за водой или на рыбалку, каждый раз перескакивали через эту гору искусственную. Но это тоже невозможно. Поэтому каждый раз вопрос решается по-разному. Да, вот на Западе чрезвычайно распространена страховка. У нас в этой области она практически отсутствует, страховая деятельность. В области защиты от затопления ее фактически... Ну, и потом выплаты, не выплаты, а страховые взносы, наверное, будут немаленькими. Наверное. Вот я даже не видел работ, где бы это прорабатывалось. Знаем, что вот у упомянутых у американцев это вроде тоже развито. Но все равно, когда наблюдаются колоссальные наводнения, на Мессипе, между прочим, случаются еще и похлеще, чем у нас, за гораздо большим ущербом, ну, просто там экономика больше. Там тоже возник вопрос предельных страховых выплат. Потому что иначе, если компенсировать все ущербы, ну, этот бизнес страховой просто разорится полностью. Поэтому речь идет о том, что, слава богу, что в поймах и долинах рек на Дальнем Востоке не находится столь большого количества объектов, инфраструктура, как мы выражаемся, городов, там, ценных объектов наследия. Вот и поэтому вопрос, что делать с затопливыми территориями, которые периодически затопливаются. Оставайтесь с нами, мы скоро до месяца. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Михаил Болгов, заведующий лабораторией моделирования приростовод Института водных проблем раны. Обсуждаем мы, что происходит на Дальнем Востоке, можно ли было все это предотвратить, и как вообще защищаться от наводнений. Вот насколько я понимаю, вот из того, что вы говорите, Михаил, что... Системы прогнозирования нет, да? Всеобъемлющей, с требуемой заблаговременностью и надежностью прогнозов системы прогнозирования, к сожалению, отсутствуют. И не потому, что ее нельзя построить в принципе, потому что ее нет. Ее нет, да, потому что сеть мониторинга недостаточно, технологии новые, в общем, не так быстро внедряются в практику, как нам того бы хотелось. То есть кадровое обеспечение, к сожалению, тоже, ну, это, как и везде, оставляет желать лучшего. То есть, получается, люди, которые живут в зонах затопления, они предоставлены сами себе? Ну, не совсем так, конечно же. Ну, как, ну, в случае затопления, может быть, прилетит вертолет МЧС и их какой-нибудь эвакуирует? Ну, это вы мне пытаетесь задавать уже политические вопросы. Хорошо, не буду. Нет, нет, пожалуйста. Просто это выходит за рамки, так сказать, научной гидрологии. Это выходит, это вопрос, действительно, как нам обеспечить рациональное использование вот этих периодически затапливаемых земель? Какая там должна быть законодательная база? Какие там должны быть имущественные отношения? Какой там вообще порядок ведения хозяйственной деятельности? Как разрешать лезть туда человеку или не лезть? Ну, это вопрос государственной политики. И мы можем эти все вопросы обсуждать, почему нет, и смотреть, где у нас достаточно законодательной базы, где недостаточно, где люди застроились там, где не положено, и мы еще за государственные же деньги их спасаем. А где, вот как в нашем случае, пришло катастрофическое событие? И тут уж, извините, государство должно принимать самые решительные меры, поскольку это поводок наибольший за весь период, как мы говорим, инструментальных наблюдений. И, естественно, я предполагаю, данных пока конечных, конкретных нет, но его вероятность будет выше, чем нормативный уровень безопасности защищаемых территорий. А, то есть это он вышел за стандартное отклонение? Да. И на него бы даже не рассчитывали? Разные объекты рассчитываются на разные, как вы выражаете, стандартные отклонения. Сельскохозяйственные поля рассчитываются на невысокий уровень надежности, объекты атомной энергетики, объекты, чье разрушение чревато колоссальными ущербами, такие, как, например, Назейская ГЭС, рассчитываются на наводнение один раз в 10 тысяч лет. Поэтому разные уровни имеют смысл держать в экономике. Мы не можем всю экономику строить на то, чтобы каждое село защищать так же, как мы будем защищать атомную станцию, естественно. Понятно. А что будет дальше, на ваш взгляд? Вот потому что вода сойдет, не сойдет, повторится это в следующий год. Потому что, знаете, слышу уже, читаешь такие теории, что на самом деле это все американцы с харп играют, с погодным оружием. Или это естественный процесс? Процессы изменения климата на Земле, они в основном естественные, но человек добавляет туда своего, скажем так. Вот проблема глобального потепления. Она наполовину политическая, наполовину она, естественно, определяется тем, что в результате сжигания органического топлива мы понимаем, что мы добавили в атмосферу парниковых газов, и атмосфера разогрелась. Но еще Солнце добавляет своей активностью или неактивностью? Солнце, оно вот находится в рамках климатической нормы, что называется. А мы, добавляя туда естественным образом, не естественным, а техническим способом, сжигая уголь, газ и дрова СО2, тем самым способствуем увеличению средней по Земле глобальной температуры. И наши модели, наши, в смысле, вот научные, они это воспроизводят. Но они воспроизводят только в целом по земному шару. Когда речь идет о конкретном месте, в конкретных условиях, с конкретным рельефом, тут наши прогнозы, к сожалению, далеки от желаемой достоверности. То есть, по идее, если у нас есть глобальное потепление, это значит, испарение больше и насыщенность влагой атмосферы больше. Да, вы вот как климатолог сейчас рассуждаете, совершенно правильно. Я просто по образованию инженер, физик. Ну, прогноз погоды — это задача физики, сказал один из наших основоположников науки, «Академик Моннинг» когда-то давно. Но кроме физических представлений, нужно очень много знать. Нужно иметь вот тот самый мониторинговый фон, на котором и строятся физические модели. И предсказать пока, сегодня, что вот в данном конкретном регионе, в результате потепления климата, будет интенсифицироваться выпадение осадков, или уменьшится снег, или растает мерзота, мы вот с такой детальностью, к сожалению, еще не можем работать. Нет таких у нас возможностей численных, модельных, мониторинговых, извините, я это слово часто употребляю, поскольку от этого очень много зависит, которые бы позволили нам действительно делать достоверные прогнозы погоды. На многие годы вперед. Это не прогноз, конечно, уже. Это некое модельное предсказание. Все модели, которые нам известны, дают такой разброс температур, что никакого доверия к ним, конечно, в инженерных целях быть не может. Ну, а на ваш взгляд, это, как вы сказали, событие, которое происходит там раз в сто лет, или есть некая тенденция? Потому что, если я не ошибаюсь, похожая ситуация сложилась в 2007 году в этом же районе. В этом же районе, в бассейне реки Зея, в 2007 году был поводок весьма редкой вероятности. Близкой, вот, как вы сказали, один раз в сто лет. И тогда приток воды в Зельское водохранилище максимальный был еще больше, чем в этом году. Но в тот год, к счастью, выпадение осадков носило локальный характер и в основном ограничилось бассейном реки Зея. И Зельское водохранилище его полностью саккумулировало, практически предотвратив наводнение в Нижнем Бьефе. В этом году мы имеем другого масштаба события. Мы имеем огромные осадки на очень большой территории. И этот поводок уже носит характер чуть ли не глобального бедствия для этого региона. И не только. Эти дожди еще захватили верховье Колымы. И там уже в некоторых районах объявлено чрезвычайное положение. И сейчас вот сильные осадки, по прогнозу гидромета, в верховьях Енисея также могут привести к тому, что мы будем сильно нервничать по поводу эксплуатации ангара Енисейского каскада. Поэтому говорить о том, что все у нас нарушилось и полностью климат перестроился, конечно, нельзя. Особенно, когда речь идет о таких редких событиях, которые случаются один раз в 100 или даже в 50 лет. У нас ряд наблюдений не позволяет говорить о том, что в ряду катастрофических явлений имеется тенденция. Да, иногда мы отмечаем, что в последние десятилетия в Западной Европе участились дождевые паутки. А у нас в Сибири, в общем, до этого последнее наводнение было в 2001 году в Якутске, но оно носило совершенно другой характер, заторный. Там образовалась искусственная ледовая плотина, этот город Ленск затопило так, что унесло почти все дома, которые там внизу были построены. И мы там были вынуждены пересмотреть расчетный уровень воды на несколько метров по сравнению с тем, что было до того. Вот, представляете, как одно катастрофическое событие меняет все представления о надежности тех инженерных решений, которые мы с вами принимаем. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, Андрей Николаевич. Добрый день. К эксперту есть такой вопрос. Во-первых, хотелось бы из его уст и слышать, как он трактует термин «мониторинг» с одной стороны и с другой стороны. Как в свете того, как он трактует термин «мониторинг», они мониторят состояние выделения газов из коров, этих самых вулканов, и как вот эти вот две компоненты соотносятся с тем, что выносится из тепловых электростанций. Спасибо. Ну, имеется в виду глобальное потепление, вызванное человеком, а не коровами, да? Да, понятно. Нет, спасибо уважаемому коллеге за вопрос. В контексте сегодняшней дискуссии «мониторинг» я трактую как систему наблюдений за состоянием атмосферы и водных объектов суши. И в комплексе, поскольку не только атмосфера, нас еще и почва интересует. Но есть еще и понятие глобального мониторинга. Вот мы пытаемся отслеживать, допустим, весь обмен этим самым углекислым газом и считать все источники СО2 для того, чтобы более-менее объективно пытаться понять, что будет с атмосферой и в результате вот этого самого глобального потепления. Это другой мониторинг. Я не специалист в этой области. Да, у нас есть, мы подписали киотский протокол, мы обязаны вести учет всех этих самых углеродных единиц. Но я считаю, что пока до инженерного уровня решения задач нам еще далеко на основе этих такого рода обобщений. Я извиняюсь перед задававшим вопрос, если я, может, так расплывчато на него ответил. Но в данном случае, когда мы обсуждаем катастрофические события, возможно, когда атмосфера пересытится СО2 в результате и коров, и тепловых станций, и таяния вечной вежлоты, еще много чего. Этот процесс очень сложный, поскольку углекислые и другие парниковые газы, они только появляются и образуются, но они еще и усваиваются океаном. А что там в океане происходит на глубинах, это мы знаем очень плохо. Непростой это вопрос, и в двух словах на него не ответишь. А вот, Михаил, все-таки вопрос, вернемся к нашим, скажем так, локальным баранам, которые тоже, кстати, выпускают СО2 в больших количествах. А вот предположим, была бы развита сеть станций, на реках, на притоках, производился мониторинг. Возможно было бы использовать зейское водохранение в данной ситуации, чтобы этот поводок сделать менее катастрофическим? Мы вернулись просто к началу дискуссии. Если бы мы располагали достоверным прогнозом хотя бы недели на две вперед, мы могли бы маневрировать сбросами из водохранилища и добиться того, что уровень безопасности объектов наших жилищных, экономики и прочее был бы выше. Я так казенными словами отвечаю, но действительно, если бы мы знали, что придет большая вода, то, конечно, мы сработали бы эту емкость водохранилища, оставив больший резерв для... Я почему спрашиваю, потому что сейчас появляется информация, что якобы, якобы, да, не проверял информацию, но пишется, что местные власти об этом знали, их предупреждали еще за месяц. И действительно, там были интервью с, по-моему, главным инженером здесь КГС, который настаивал на том, это буквально было две недели назад, который настаивал на том, что нужно сбрасывать воду. ИМО сказали, нет, ничего сбрасывать не надо, ждите. Это не просто так. Система управления водохранилища совсем непроста. Есть бассейновые управления водные, которые отвечают у нас за режимы эксплуатации водохранилища. А кому они подчиняются? Они подчиняются Федеральному агентству водных ресурсов, а то, в свою очередь, подчиняются Министерству природных ресурсов и экологии, и не отвечают за управление всеми водохранилищами на территории Российской Федерации. Ну, всеми основными крупными. Значит, собственник, естественно, предлагает свои варианты, поскольку собственник заинтересован в том, чтобы выработать электроэнергию, чтобы сохранить объект. Сохранить объект расы и обеспечить какие-то прибыли. Но это нормальная экономика, при которой каждый объект должен приносить, выдавать продукцию и приносить прибыль. Поэтому решение по поводу того, срабатывать водохранилище или аккумулировать воду, она принимается вовсе не одним человеком. Она принимается в рамках функционирования целой системы, где головное место занимает Федеральное агентство водных ресурсов и его бассейновое управление. А кто несет в этой цепочке, кто несет ответственность, скажем? Ну, вот что я имею в виду под ответственностью? Ну, предположим, да, предположим, выясняется, что да, был выдан прогноз, и нужно было бы в этой ситуации сбрасывать воду. Ах, должны прорываться новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире. Программа «Парадокс». В гостях у нас Михаил Болгов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН и обсуждаем мы ситуацию на Дальнем Востоке. У нас есть телефонный звонок. Звонок. Добрый день, Александр. Алло, добрый день. Добрый день. Вот я хотел бы гостю задать вопрос и комментарий такой небольшой. Вот мне кажется, что синоптики, метеорологи, они используют абсолютно дедовские методы, которые придумали еще сотню лет назад, то есть не две. Можно, конечно, телегами перевозить миллионы тонн, но намного проще воспользоваться современной техникой. Значит, вот что я хочу сказать. Вот когда жара была в 2010 году, вот Степан меня поймет, я тоже волновид, технический анализ, там торгую на рынке, вот все. Я решил применить уже от безысходности, от жары сумасшедшей, значит, свои познания, графику температуры. Вот. Я достаточно точно предсказал, когда, ну, сам себе, естественно, когда начнется спад температуры. И в это же время заместитель, вот там главный метеоролог сказал, что вот жара будет еще весь сентябрь. И, значит, буквально через, там, 10 дней начался холод. То есть вот это я прекрасно запомнил. То есть как я это сделал? Я просто, Степан меня поймет, я обозначил канал, увидел, что... Пробивается нижняя граница, да? Да. То есть рост днем, температура растет, ночью корректируется. И когда я увидел, что коррекция, то есть днем начался коррективный рост температуры, а ночью импульсный, я понял, что, ребята, все, вот сейчас температура-то падать начнет. И точно. То есть, ну вот, дедовские методы абсолютно... Самое интересное, вот не меняются они, вот мне уже 50 лет, и я вот из них 40 лет, там, если не больше, вижу, что методы не меняются. Вот какая-то мантра постоянная. Мы сейчас купим самый дорогой компьютер, там, сначала это был IBM, там, у которого 100 тысяч было операций в секунду. Сейчас 100 миллиардов, миллионов, потом будет 100 миллиардов в секунду. Но ничего не меняется. Вот как было, так люди, они не могут предсказать даже температуру. Потому что методы не те. Вот вопрос. Что-то двигается в этом направлении. Люди хоть что-то, кроме отсоса денег вот на эти суперкомпьютеры и на прочие вещи, они планируют вообще делать? Спасибо. Я бы задал встречный вопрос. А вы, господа сейсмологи, когда научитесь землетрясения это предсказывать? Кстати, тоже интересный вопрос. Прежде чем учить синоптиков обсуждать направление движения циклонов. Нет. Ну, землетрясение там, на самом деле, на мой взгляд, чуть все сложнее, поскольку там даже матмоделей нет. Адекватных. А в метеорологии матмодели уже давно известны. Скажем так, их матмодели. В общем, да, хотя надо отметить, что иногда мы заимствуем из сейсмологии некоторые вероятностные модели развития катастрофических ситуаций. Такой закон Гутенберга-Рихтера, который дает нам большую вероятность возникновения катастрофических событий. Иногда мы его пытаемся переложить на водные, что называется, рельсы, выражаясь языком пропаганды. Но в целом, конечно же, методы постоянно развиваются. И речь идет о том, что математическое моделирование это не панацея. Я 5, 10, 15 раз могу повторять без системы мониторинга, без системы наблюдений, без каналов, без открытого доступа к всем этим данным. Вам же надо модель калибровать, а как вы будете калибровать? У вас данных нет? Без калибровки невозможно. У нас в разы сеть хуже, чем в других странах. И еще самое неприятное то, что она практически закрыта. К ней нет свободного доступа. Есть со стороны, допустим, вот я работаю в Академии наук, и мне очень сложно получить данные наблюдений на гидрометеорологической сети, поскольку Росгидромет считает, что это вот не является их обязанностью. Они обеспечивают страну своими прогнозами, своего качества. А исходники не предоставляют? А исходники очень сложно получить. Иногда это просто в рамках каких-то научных грантов за деньги мы вынуждены покупать вот те самые, как вы говорите, исходники. То есть первичные, материалы первичных наблюдений. И это большой минус, поскольку в течение месяца, я прошу прощения, я могу получить данные о состоянии американских рек, которые вот были две недели назад. А у нас эти данные обобщаются с задержкой на годы. Последнее обобщение капитальное, результатов гидрологического мониторинга выполнялось в 1986 году. Считайте себя. Доступные данные в печатном виде изданы были в 1986 году. В электронном отдельные фрагменты есть, но в целом база данных не имеет доступа. К этой базе данных нет прямого доступа. Это проблема, потому что данные мониторинга без постоянного анализа они своего качества теряют. Как специалист по базам данных понимают все. Если с базой данных не работать, то ее качество, конечно, оставляет желать лучшего. Это в целом по нашей стране, конечно, ситуация такая довольно тяжелая. Мы каждую научную конференцию подводим резолюции обращением к Росгидрометру. Ну, сделайте, ребята, данные открытыми. На этом вот на моей памяти лет 10 или 15 все и заканчивается. Фантастика. Ну, у них... И с другой стороны их тоже понять можно. Они чего-то собирают за небольшую государственную зарплату и хотят на этом деле еще и что-то заработать. Это же ведь не все же там, как говорит коллега, задававший вопрос, растаскивается в карманы. Конечно же, это идет и на на рост той самой очень небольшой зарплаты, которую получают сотрудники Росгидромета в целом по стране. Очень небольшая. А сколько вот нужно... Я не знаю, задаваясь вопросом, какое финансирование нужно Росгидромету, чтобы наладить мониторинг? Неужели или таких программ даже и не рассматривается? Такие программы рассматриваются. Я сам участник одной из них, хотя я вот не сотрудник Росгидромета, но речь упирается в одно и то же, финансирование. Ну вот сколько нужно? Последний... Ну, я, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос. Порядок цифр хотя бы. Прямо сейчас просто не берусь, поскольку вот не к этому разговору я готовился. Вопрос заключается в том, ну, хотя бы, по крайней мере, зарплата на сети была бы раза в три, это уже привлекало бы туда кадры. Кадры, да. То есть в наших далеких сибирских районах, где мы практически потеряли сеть наблюдения в два раза, увеличение зарплаты в два-три раза способствовало бы фиксации кадров и их привлечения. Ну, потому что зарплата в 30-40 тысяч, ну, там очень достойная зарплата была бы, да, в этих районах? Ну, конечно, конечно, о чем я говорю. Кроме этого, нужно техническое перевооружение. В знавшей европейской части это должна быть сеть радиолокационных методов отслеживания всех опасных явлений погоды, а их тут практически нет. Это не только сети, это еще и каналы связи. Если у нас не будет канала связи, по которым мы будем перекачивать эту информацию в больших, громадных объемов, которые должны усваиваться соответствующими моделями, это тоже, в общем, побрезает пустая трата денег. И квалифицированный штат, естественно. Наша система финансирования в государстве, она, к сожалению, работает по принципу, вот в прошлом году у тебя было столько, а в этом году мы у тебя еще 3% срежем. Что надо олимпиаду строить? Что, я не знаю, что надо строить, но результат таков, как мне информировали мои коллеги, в этом году бюджет Росгидромета будет еще процент на 3 или на 5 уменьшен. Нормально. Ну да, то есть вы практически слепые и глухие. По большому счету. По большей части, особенно, когда речь касается таких экстремальных событий, например, как наводнение в прошлом году в Крымске, когда понятно, что это очень тяжелая задача, ее, чтобы отслеживать и прогнозировать, нужно на два порядка поднять инструментальный уровень наблюдений, там нет претензий к современному уровню, там случилось из ряда вон выдающиеся события, очень редкой повторяемости, но в принципе его возможно реализовывать, но только для этого нужно сгустить все... Просто после этого случая, это забавно, кстати, к МЧС относится. А по поводу ответственности, вот вы вопрос задали, вот как раз Сергей Кожугетович, самый уважаемый министр в правительстве, как-то раз сказал, что надо с гидромисслужбой брать деньги за неправильные прогнозы. Ну, вообще-то надо с МЧС брать деньги за то, что они делают, да? Не предсказал, не спас деньги, но не в этом дело. Вот после того, как случился Крымск, пошел же большой шухер в МЧС, поскольку там у них вообще ничего не работает, и я как раз отдыхал в Турции, в отеле, и наблюдал интересную картину. Сидит бизнесмен, старого бизнесмена из Краснодара. Занимался он, как я понял, по разговору, электроникой, и они были подрядчиком МЧС. Ну, поскольку пошел шухер, должно приехать начальство, ему должны показать, как на экранах телевизоров зажигаются датчики, что где-то пошла в какой-то речушке вода, и он начнет обсуждать. Спокойно, пусть они придут. Этот будет стоять с телефоном, когда они включат, он позвонит, а ты нажмешь кнопку на датчике. Вот, ну и что? Вот потратили деньги на МЧС, огромные деньги, а куда они уйдут? Что-нибудь изменится? К сожалению, мы подняли очень большую проблему. Нет такого распределения функций. У нас есть собственная... У нас просто никто ведь ни за что не отвечает, в конце концов. Правильно получается? Ну, это как всегда. Речь о том, что все-таки смысл какой-то должен быть. Сейчас МЧС получило весьма приличное финансирование вот на ту самую систему, свидетелем которой вы были. Я знаю, она сейчас реализуется даже в металле. Но у нас не работает. Но она не работает. Нет, она может быть даже и может подать какой-то сигнал куда-то. Когда-то, вдруг. Почему только, непонятно. Может под этим мостом просто нанесло бревен и создалась временная запруда, которая ничего из себя не представляет опасного, а датчик даст сигнал и что там? Все будет эвакуировано. И все будет эвакуировано. Ну, в грубом понимании. Все должно быть привязано к одной моделирующей, прогнозирующей системе. Эта система должна быть на базе Росгидромета. Это мое убеждение, поскольку они уже десятилетиями и столетиями отлаживают эти технологии. Вообще-то так все сделано как раз вот в странах загнивающих капитализм. Там этим занимается одно ведомство, грубо говоря. В США это Министерство природных ресурсов, если я не ошибаюсь. Есть и свои проблемы и в странах Запада. Вот недавно, как раз я попался в Германии, что называется, на последнее наводнение, на Рейне и на притоках. И там тоже нас повели соответствующий федеральный институт, когда объясняли, как устроена у них система. За главные реки отвечает федеральная власть, а за мелкие реки отвечают земельные власти. И тоже есть проблемы в взаимоотношении между землями и с федеральным уровнем моделирования и прогнозирования. Но там действительно все моделируется. Там есть система мониторинга. Там есть система мониторинга, там плотность наблюдений, ну, наверное, ну, я боюсь сказать, что в 4 или в 5 раз больше, чем у нас, но похожего цифра. И потом, причем в реальном времени. В реальном времени. Вот в чем качество-то. Оно же передает тут же. Вот он измерил что-то и тут же передал. Тут же система отработала и на основе этого сделан просчет по модели. Ну что ж, будем надеяться, что рано или поздно это обратят внимание. У нас в гостях был Михаил Болгов в зайдущую лабораторию моделирования.